Центр госязыка проверяет и этнических латышей. Так педагог из Венсплса Агия поделилась в соцсетях своим опытом прохождения языковой проверки. Для Агии латышский язык родной, у нее филологическое образование, и она является преподавателем латышского языка в школе нас меньшинств. Она, как и другие ее коллеги латышей, подверглась языковой проверке Центра госязыка. Агия указывает, что чувствует себя униженной после этой проверки, а сотрудники ЦГА, наоборот, чувствуют себя всемогущими, по мнению Агии. Ей также не ясно, почему ее снова проверяли, если несколько лет назад она уже проходила эту проверку, и претензий к ее латышскому у ЦГА не было. Более того, даже носителю языка и профессионалу-филологу инспектор ЦГА подтверждает соответствие лишь знанию языка на уровне Ц1, а не самой высшей из возможной категории Ц2. Выходит, что простой инспектор ЦГА, возможно, даже без филологического образования, оценивает профессионала в этой области, да еще оценивает его не на самый высший уровень. Это вызывает сомнения в компетентности и возможной предвзятости этих инспекторов. Возникают вопросы, а какой уровень владения языком присвоен самим инспекторам ЦГА? Есть ли у них самих та самая Ц1 категория – профильное образование, чтобы они имели право и возможность оценить уровень тех, чье использование языка проверяют? Тем более, были случаи, когда инспекторы ЦГА в своих заключениях о несоответствии уровня языка сами допускали разного рода ошибки. Агия запросила пояснение у ЦГА, почему ей вообще присваивается какой-либо уровень, если латышский является ее родным языком, ведь все эти уровни предназначены для лиц, которые изучали латышский язык как неродной. Но Центр Госязыка не удостоил ее ответом. Ранее я рассказывала о готовящихся изменениях, о проверке знания языка, когда наличие диплома об образовании, полученном на латышском, не будет освобождать педагогов от экзамена на категорию, в отличие от всех остальных профессий. Мы уже не раз указывали, что непосредственно уровень владения языком или категорию имеет право определять только ВИСЦ – Государственный Центр Содержания Образования. И делается это на строго определенном экзамене, который принимает компетентная комиссия. ЦГЯ же в своих документах делает выводы о том, соответствует проверяемой необходимому уровню или нет. Таких прямых полномочий у ЦГЯ нет. Они в рамках своих компетенций могут делать заключение, соответствует ли уровень использования языка должностным обязанностям или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова